Ушли из зала совещаний. Почти 20 депутатов Законодательного собрания области сегодня демонстративно покинули пленарное заседание в самом его начале. В повестке были вопросы по подготовке к отопительному сезону, бесплатному предоставлению земель многодетным, отчет члена Совета Федерации и другие. Что стало причиной ухода, расскажем в следующем сюжете. Одним из важных социальных вопросов в повестке стал проект закона о бесплатном предоставлении многодетным семьям земельных участков. Сейчас к заявлению на получение земли нужно приложить документы, подтверждающие проживание гражданина и детей по одному месту жительства. Однако на практике бывает иначе. Дети и родители зарегистрированы по разным адресам, и заявитель получает отказ в предоставлении участка. Депутаты утвердили законодательно упростить систему получения земель. О важных вопросах, которые решаются на федеральном уровне, говорил в своем выступлении и член Совета Федерации Вячеслав Тимченко. Основный вектор был направлен на решение масштабных задач, обозначенных указом президента Российской Федерации 7 мая 2018 года. В рамках выше указа глобальной группы экономики я курирую вопросы стратегического планирования, пространственного развития инвестиционной политики, земельных отношений, кадастрового учета объекта недвижимости, лицензирования, управления государственной собственностью, таможенное регулирование. Одним из важных вопросов стала подготовка к предстоящему отопительному сезону. Министр энергетики и ЖКХ доложил о том, что все идет в штатном режиме. В начале заседания часть депутатов покинула зал из-за того, что в повестку заседания не был включен вопрос о внесении изменений в закон о социальной поддержке семей, имеющих детей. С 1 марта этого года дети, которые родились до августа 2017 года, получают выплаты по 5 тысяч с 1,5 до 1 лет, которые не ходят в детский сад. Планируется уже с 1 января 2020 года выплачивать детям первому и второму ребенку от полу до 2 лет в сумме прожиточного минимума на каждой территории. Это тоже будет принято. Поэтому мы готовы рассматривать вопросы. Но когда вопрос не готов и говорить о том, что их не хотят рассматривать, я считаю, что это некорректно. Владимир Быков подчеркнул, что депутаты ждут от оппозиции конструктивных предложений к следующему пленарному заседанию. Оно состоится 26 сентября.